Всем привет! Сегодня восьмое число, сейчас пол восьмого утра, она всегда лает, когда я начинаю записывать. Сегодня хочу записать влог, прям только за один день и сразу выложить попробовать. А то я всегда так снимаю, знаете, один день, потом через три дня ищу как-то там кусок, получается какая-то неразберива. В общем, сегодня хочу весь день снимать, сейчас езжу на учебу очень рано, к восемь утра, из-за того, что вообще сегодня единственный день, когда к восемь утра не надо, но из-за того, что у меня передача осталась с того года и там такой замут, как бы, потому что я, наверное, сейчас больше не буду снимать, потому что люди у меня все равно реагируют. Так что расскажу-ка позже. В общем, приехала я уже на этот район, где учусь. Доехала, кстати, достаточно быстро, но я первый раз вышла по восьмому, потому что не хочу опаздывать, хочу побольше, чтобы успеть все написать, потому что, в общем, там такой замут, что за прошлый год, полгода, этот предмет называется теория игр, и у нас были контрольные, которые нужно было написать. И, в общем, с того года у меня, ну, как бы, пишут все контрольные, тебе бывают среднеарифметические баллы и ставят экзамен. Ну, так преподаватель хочет, так она решила, что так будет. И, в общем, у меня осталось две контрольные. И одну я уже в прошлую среду написала, но я опоздала на полчаса, и на вторую у меня просто времени не хватило. Поэтому я сегодня иду, я думаю, что я ее напишу и сдам, и закрою эту пересдачу, и все. И как бы у меня больше ничего нету с того года. Практику я уже тоже закрыла, слава богу. Потому что ее нужно было вообще закрыть летом, но, как всегда, я нас все забиваю до последнего. И сегодня очень холодно, потому что туман сегодня был, не знаю, в общем, холодно как-то. Не знаю, как смотрят на меня окружающие, но как-то пофиг, иду с камеры болтаю. Время уже час, я все еще в универе, уже было окно, короче, я ходила к маме, даже уже покупала себе покушать. И вот теперь думаю, мне еще две пары английского идти, не идти. Ведь что-то мне подсказывает, что я не пойду. Хотела в магазин съездить, кофту себе купить и маску для волос, потому что у меня волосы ужасные, сухие. После лета особенно, они выгорели, они и так у меня, я обесцвечиваю, двенашка, это вообще самый светлый тон. И при этом еще они выгорели летом, и они просто как солома. Утром ужасно холодно было, а теперь жара, и я поперлась, короче, с открытыми щекотками. И утром я вот так все тряхала, а сейчас у меня жарко, я даже думала, уже куртку снять. Клевая погода, последние деньки остались, я думаю. Мне пошла я-таки на английский, две пары сегодня опять прогуливаю. В понедельник, вторник тоже не было. В общем, ученица из меня никакая. Иду в торговый центр, хочу купить себе тантовку, потому что летом я ездила в H&M, там были только футболки, тантовок не было, я всегда там покупаю. А этот раз я увидела в твое очень клевое. Я люблю зимой под свитера надевать, потому что свитер на голое тело не наденешь, а вот под тантовки, ну, футболки с длинным рукавом в обтяжку, очень тепло так, как термобелье. Ехала я уже на район к себе. На самом деле можно было дойти, но я второй день иду в топсайдерах, и они у меня на голую ногу. Вчера я шла домой босиком. Ну, не босиком, а как бы на голую ногу кожную обувь надела, и я уже чувствую, что у меня ноги натираются. Я такая думаю, нет, лучше я поеду, чем я пройдусь, и потом буду страдать с мозолями. На самом деле во рту так пересохло, я прям не могу. Я уже пить и есть хочу. Я купила тантовку. Кстати, всего за 400 рублей. Я потом попозже, наверное, покажу. Маску еще купила. Еще купила такие таблетки. Называется Мумиё. Это мне женщина в магазине, где я маску покупала, посоветовала в шампунь добавлять. И говорит, очень хорошо волосы устанавливать. Но я купила, потом в интернете почитаю, расскажу вам, попробую, расскажу, как хорошо или нет. В общем, вот. Ну все, я пошла домой. Я очень устала. Если честно, хочу кушать. Вот так я ходила в универ. Но только в топсайдерах. Не в топчиках, конечно. И потом покажу, как я пойду на кастинг. Переоденусь во все черное, наверное. Такое. Постараюсь, по крайней мере. И в обтяжку, как просят. Вот. Не хочу такая веселая идти, на самом деле. У меня так лицо сейчас уже блестит. Я сейчас пойду умываться. И там волосы хотела. Маску сделать, покушать. В общем, не помню, говорила я или нет. Так что скажу, сегодня пойду на кастинг. На Каспийскую неделю моды. У нас в Астрахани будет проходить опять. Точнее, не опять, а снова. Вот. И нужно пойти будет на кастинг, чтобы мне сказали, возьмут меня или нет. Но я думаю, что возьмут. Вот. Смешно будет, если не возьмут. Вот такая тантовка, в общем. Ну, обычная белая, как майка. Думаю, будет удобно под свитер надевать. Еще купила себе свою любимую маску. Уже второй раз ее покупаю. Раньше она стоила, правда, 300 с чем-то. Теперь уже 600 рублей. Но мои волосы просто вот... Они кричат о том, что они умирают. И я думаю, что пора уже спасать. Поэтому решила, что не буду жалеть деньги. И куплю эту маску. Если что, вот кому интересно. Офигенная фирма. Может быть, когда-нибудь сниму уход за своими волосами, которые реально уже умерли. Потому что я их осветляю двенашкой. Это самый светлый. Конечно, это не супра, но очень сильная краска. Которая вообще делает прям белые-белые волосы. Но у меня желтый пигмент. И его очень тяжело перебить. Но я и не пытаюсь этого делать. На самом деле. И так как еще я была на море. И все волосы выгорели. И очень сильно стали сухими. И теперь хочу восстанавливать их. Я человек-камень. Все, я собралась. Сейчас пойду. Вот так оделась я. Штаны. Кофту. Что-то у меня единственная кофта, которая в обсяк такая была. Все какие-то свободные. Вот. И куртку взяла черную. В общем, все в черном. Даже пакет у меня черный. И туфли там тоже черные. Эти туфли чисто для кастинга и каких-то показов. Потому что так я их в жизни вообще не ношу. В них невозможно ходить. Стопу сводит. Пальцы болят. Очень высокие. Но для подиума самое то. Вот. Я сегодня сделала эту маску. Полчаса я всего лишь ее подержала. И знаете, все равно волос уже лучше стал. Он не такой сухой, он такой мягкий. Я обожаю эту маску. Мне кажется, как будто даже гуще стал. Такой видимость создает. Вот. Но волос у меня еще мокрый. И я не хочу его сушить. Я чуть-чуть холодным воздухом сушила. Надеюсь, что я не простыну. Потому что на улице уже холодно. А у меня такая сырая голова. Мокрая. Но не хочу сушить горячим воздухом. Мне жалко волосы. И еще сейчас, если начнет эта неделя моды, их будет постоянно крутить. Их будут выпрямлять. И я чувствую, что я останусь просто без волос. Потому что с прошлого раза у меня много волос вылезло. А этот раз, походу, опять. Все вот так будет. Ну вот. Ладно, я побежала. Такое хорошее настроение. Сейчас всех увижу. Всех девчонок, подружек. Вот. Наверное, будет весело. Но постоянно так угораю. Думаю, сегодня будет так же. Блин, волосы. Я тащусь от них теперь. Они стали такие нормальные. А не как обычно. В салоне. Я уже приехала. Жду свою подругу. Не хочу одна подниматься. Как-то не хочется. Тут у нас есть такой торговый центр. Он так красивый. Такой мраморный. Но здесь никто не снимает аренду. Нормальный магазин. И сюда никто не ходит. Да я шую. Она шутит. Ты чё? Нет, конечно. Сидим здесь уже... Да? Думаю так. Так хватит меня смешить. Сидим здесь уже 50 минут. Скоро час будет. Скоро час? Понимаем, все. Скоро час будет. Скоро час будет. Ты на чем-нибудь. И не кажется. И никак не можем пройти кастинг. В общем, как его назвать. Я не знаю. Отборочный тур. Как сэндрога. Какая она сделала? Ой, я такая ненакрашена, как и нитё. А у меня лицо слишком белое. Потому что я его замазываю. Потому что у меня не цель суща оттворится. Мне кажется, я на серийше девочка езжу. Да? Мы уже устали. Фешн бы побыстрее. Но мы уже... Фешн из Мэпрофешн. Как сказать? Что-то сняли. Посрали. В общем, взяли нас как... В прошлом году обчатывали. И мы даже каблуки не надевали. Просто нашли. Привет, привет. И рассказали. Телефон оставили. И в воскресенье будет еще один кастинг. Там международный скалопри. Можно будет сходить. Я думаю, что пойду, наверное. Сейчас поеду домой. Я очень хочу кушать и устала. Идемте. Может, как втроем. О, давайте сделаем... Я сделаю скрит и сделаю аватарку. Можно ухо отслабить. Ухо! Не, нормально. Давай. Виктория Сикрет работает. Поехали. Я уже дома. И я спала сегодня один час всего. И я ужасно хочу спать. И я так лежу и заспаю. Я знаю, что надо умыться. В дождь сходить. И очень кушать. Еще хочу на спать. Я хочу больше. Просто уже силы иссякают. Вот. Завтра опять в университет. Я надеюсь, что я встану. Завтра контрольная какая-то будет по налогам. Я даже не знаю, как я буду ее решать. Вообще ничего не знаю. Завтра как-то буду разбираться. Завтра еще один кастинг. Это будет... Вот в воскресенье еще один. И завтра еще один. А завтра от какого-то магазина будут ходить. Будем ходить. Но не знаю. Возьмут, не возьмут. Но я думаю, что поеду. Надеюсь, меня завтра в обед не рубанет. И я не усну. Еще у меня очень плохая новость. Нет, я наверное сейчас встану и расскажу. Вообще, кот у меня умер. В пятницу это было. И я после этого ничего не снимала вообще. Потому что я, по-моему, в четверг сняла видео с покупками Алиэкспресса. И потом у меня в пятницу был настолько ужасный день. И я просто шла подруге своей лучшей в Ростов. Писала то, что все ужасно. Все что-то плохо. У меня все сыпется. Я прихожу домой. И мне сказали то, что котик умер. И я просто сначала не поверила. Вот. А потом я понимаю то, что мне не врут. И у меня, не знаю, случилась какая-то истерика. Я настолько привязалась уже к нему. Он почти восемь лет с нами был. У него была травма. И, скорее всего, он вроде бы последнее время... Ну, он также кушал, гулял. Но в последнее время уже похудел. Ну, не сильно. Но легче, конечно, было, чем раньше. И он умер. На самом деле мы его лечили. И сделали ему в общей сложности больше 100 уколов. Антибиотиков всяких ему кололи. И мне кажется то, что его жизнь поддерживалась благодаря уколам, скорее всего. Потому что, как только мы бросали делать уколы, ему становилось хуже. Но колоть уже было не было сил. Потому что мы прокололи очень много его. И он уже просто... Мне кажется, у него уже там синяки были от уколов. И, видимо, лекарство уже вышло из организма, и он скончался. В общем... Мне кажется, что его можно было бы спасти, если бы медицина была более развитая. Если бы ветеринары были бы более коэффицированы в нашем городе. Потому что мы делали ему рентген. И рентген ничего не показал. И врач нам сказал, что у него проблемы с костным мозгом. Вот. И когда мы делали обкалывание, ему как-то становилось лучше. Он в последнее время даже пытался вставать. Но... Случилось так, что он умер. Если честно, я... Наверное, раз... Сто, даже двести прокручивал, как я рассказываю. Это у себя в голове. И постоянно плакаю. Вот сейчас я рассказываю, и я уже не плачу. Уже как-то немножко отошла. А так я... Не знаю. У меня какая-то прям депрессия случилась. Потому что все как-то навалилось. И... Такая плохая новость. Я помню, как я его принесла в ладошки. Он был такой маленький. И он даже кушать не мог моего. Выкармливали через пипетку. И у него ножки на линолеон разъезжались. Он был очень маленький. Он даже с игрушкой только мог спать. Он один не мог спать. Вот. Вот. У него была такая коробочка. Он был очень маленьким. И... И там у него была подстилка. И... Игрушка такая волосатая. И он ее как маму так и чмокал. И это было так мило. И вот 7,5 лет он был с нами. И... Все. Теперь больше у меня нет котика. И, наверное, я закончу свой блог. И... Всем пока. Выложу блог за один день. Наконец-то. А не так, как я постоянно снимаю кусками. Всем спасибо за просмотр. И пока всех обнимаю, кто меня смотрит.